Приветствую вас на полезном канале. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. А в этом видео вы узнаете, как лечить молочницу. Смотрим видео. Если вы подозреваете у себя молочницу, следует как можно скорее начать лечение. У небольшого процента женщин, запускающих этот недуг, развивается рецидивирующий кандидоз, справиться с которым намного сложнее. Лечение молочницы у женщин должно быть системным и последовательным. В противном случае есть риск, что лечение поможет лишь снять симптомы, а грибок станет устойчивым к действию противогрибковых препаратов. Важно иметь в виду, что лечение молочницы должно быть комплексным. Нужно использовать противогрибковые препараты, препараты, нормализующие флору во влагалище. Противогрибковые препараты выпускаются в таблетках, капсулах, свечах и в виде кремов. Современные препараты, которыми лечит молочницу, делятся на два типа — системного и местного значения. К системным препаратам относятся таблетки и капсулы, а к средствам местного применения — всевозможные кремы, мази и гели, влагалищные свечи. Среди них, в свою очередь, различают препараты имидазолового, полиенового и триазолового рядов, а также препараты других групп, которые содействуют восстановлению нормальной микрофлоры влагалища. Кроме этого, быстрое лечение молочницы в гинекологии достигается в комплексном применении основных и дополнительных средств, к которым относятся препараты, укрепляющие иммунную систему и элбиотики с высоким содержанием лактобактерий. Медикаментозное лечение хронической молочницы. Выбирают один препарат — системный антимикотик и траконозол по 200 мг внутрь 2 раза в сутки 3 дня или флуконозол по 150 мл в 1 раз в сутки в течение 3 дней. Местная терапия препаратами азолового ряда, чаще всего в течение 14 дней. Препараты имидозола Кетоконозол или Низурал применяют по 400 мг в сутки в течение 5 дней. Клотримозол Канистен применяют в виде вагинальных таблеток по 200-500 мг в течение 6 дней. Миконозол по 250 мг 4 раза в сутки 10-14 дней. Бифонозол 1% крем 1 раз в сутки на ночь 2-4 недели. Препараты триазола Флуконозол по 50-150 мг 1 раз в сутки от 7 до 14 дней. И траконозол по 200 мг 1 раз в сутки 7 дней. Несмотря на высокую эффективность местного лечения молочницы у многих пациентов, через 1-3 месяца возникает рецидив обострения. Это связано с приемом антибиотиков, которые изменяют нормальную микрофлору влагалища, сопутствующую с сахарным диабетом. Приемом оральных контрацептивов беременностью, повышен уровень гликогенов, эпителий влагалища. Хорошая среда для размножения грибков, увеличением числа инфицированных пациенток, более патогенным или более устойчивыми к традиционным способам лечения видом грибов. Если молочница случается 4 или больше раза в год, то говорят о рецидивно повторяющемся кандидозе. В таком случае нужна более длительная терапия одновременно с приемом флуконозола. Возможен также длительный прием флуконозола еженедельно в качестве суперсивной терапии ВИЧ-положительным пациенткам такое не рекомендуют. ВИЧ высокий уровень эстрогенов является факторами, которые делают кандидоз усложненными и, как правило, повторяющимися. В таком случае с самого первого эпизода следует обратиться к врачу и лечить пациентку, а не проявлением молочницы. То есть подобрать индивидуальную схему лечения. Беременным женщинам можно лечить кандидоз только локальными препаратами, а не таблетками. Заметьте, что во время лечения суппозиториями или мазями проницаемость латекса, то есть презерватива, возрастает и он перестает защищать. И, вероятно, секс во время кандидоза будет болезненным и лучше от него воздержаться. Медицинские специалисты напоминают всем женщинам, что поддаваться на многообещающую рекламу дорогих препаратов, якобы способных избавить от проблемы за один день, не следует. Такие препараты в большинстве случаев всего лишь подавляют рот грибка на непродолжительный срок, тем самым ненадолго снимают симптомы заболевания. Поэтому лечение молочницы у женщин в домашних условиях должно производиться в нескольких направлениях. В первую очередь сюда относят мероприятия, укрепляющие иммунитет. Местное лечение помогает устранить симптомы зуд и жжение, а также подавляет роста и развитие грибка. Кроме того, придется пересмотреть и привычный рацион, поскольку ряд определенных продуктов и блюд способен провоцировать и благоприятствовать. Перед применением этих рекомендаций обязательно проконсультируйтесь с врачом, ставьте лайк под видео, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал и поделитесь ссылочкой на это видео с вашими друзьями и знакомыми. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok